Уже мало кто из живых помнит, что в 80-х годах я издал два томика неподцензорных русских частушек. Сообщаю об этом не с намерением продать еще несколько их экземпляров, ибо они распроданы лет 45 назад. А с тем, чтобы объяснить, почему я снова занялся сейчас сбором фольклора. На это необременительное и приятное занятие вдохновила меня беда, постигшая на минувшей неделе боевиков хизбаллы, у которых во вторник взорвались пейджеры, а в среду – рации. Поскольку боевики хизбаллы не носят пиджаков, телогреек и смокингов, устройства взорвались у них в джинсах или шальварах. И оскопили изрядно их количество, что и вызвало интересы русских фольклористов. Добрые люди шлют мне в последние дни стихотворные и нерифмованные комментарии на эту тему, частью которых я осмелюсь поделиться сегодня с вами. Оговорюсь перед этим, что вирши эти часто бесхитростны и иногда не годятся для семейного чтения, поэтому прошу не декламировать их детям. Итак, поехали. Знают все тинейджеры – разнеслась молва. Если носят пейджеры – значит хизбалла. Знают в нашей школе – знает и детсад. Только лишь не знают вражеский массад. Свой айфон последний закопай во враг, Чтоб не догадался сионистский враг. Чтоб не обнаружил он координат. Ты живым нам нужен, мусульманский брат. Пусть и примитивен маленький прибор, но еще сгодится для ливанских гор. Ты его поглубже положи в штаны, будешь срочно вызван в случае войны. Так решил насрало, мудный аксакал. Только этот пейджер ему поднасрал. В хизбале случился гранд-переполох. Что-то оторвало. Кто-то сразу сдох. Пейджеры взорвались глубоко в штанах. Вот куда добрался сионистский враг. Был с большим подвохом маленький прибор. Будет писать плохо, сын ливанских гор. Один сионист прислал мне глумливое предупреждение. Подождите, это Израиль еще вибраторы не задействовал. Вот частушка. Маленький мальчик служил в хизбале. Пейджер-мальчонка носил на ремне. Ужасная рифма. Как-то раздался входящий сигнал. Мальчик технически девочкой стал. Русская знакомая, с которой я поделился этим стихом, поглощена в современную тематику и сперва решила, что речь идет об изготовлении трансгендеров. Я сказал, что это не совсем так. Вот еще. Громко пейджер зазвонил. Милый больше мне не мил. Он теперь в своем ливане может мыться в женской бане. Сразу подумали, что это китайская миссионистов. Если в кране нет воды и взрывчатка в рации, это все опять следы всем известной нации. Вот и легия. Уж осень листопад в Ливане. Редеют древние стволы. Там тихо листья отпадали. И члены членов хизбалы. Одна читательница сделала вывод. Теперь они смогут танцевать без помех. Потому что им больше ничего не мешает. Отсюда озорной вывод. Плохие танцоры ночами на расхват. Резюмирую объявлением. Молния. Израильтяне извинились и обещали безвозмездно заменить все пейджеры. Владимир Козловский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова